приветик и снова с вами я игорь к вейбер и у нас сегодня на обзоре ваточка под компании вовджой под названием джули фиш коттон вот мне ребята прислали вот 4 вот таких вот упаковочки ну что давайте опустимся на столик там с ней познакомимся поближе что принципе есть что сказать об этой хватит но забегу наперёд вата классно ну ребята прислали вот-вот четыре пачечки своего как тончика джели фиш коттон приходят они вот таких вот упаковочка тут у нас надпись вы джой джули пиш викинг от том как джули фишка тонко тон викинг solution 10 грамм у нас ну тут ребята пишут что все охренительно стопроцентный как тон здесь у нас проверочный кодек ну вот одним словом вот такой вот пачечки как она открывается мы отрываем вот этого часть тут такие вот уже заусенец и есть и получается в итоге у нас вот не совсем корректно оторвал вот и открываем мы ее вот тут такой зиппер у нас стоит нужно открывать закрывать это удобно то у нас есть пачки сколько у нас там их так значит у нас раз кусочков 2 3 4 так этот я отрывал 5 6 7 8 9 вот 9 кусочков у нас ваты давайте давайте вот сравним я вам покажу какая вообще у меня была вата какой я пользовался я пользовался муджи пока тон она формированная вы поняли формированная вот есть еще в шариках я пользуюсь по самой структуре ваты вот давайте возьмем пока тон вот возьмем пока тон вот возьмем эту воду плюс минус ну скажу одинаково но здесь вот здесь вот волокна идут больше скорее всего вот и это кстати очень хорошо и волокна такие вот даже вам не могу передать к надо увидеть хотя нет тоненькие волоконки я думал толстые я уже заправлял я так не сильно обращал внимание сейчас больше обращаю внимание потому что для вас делаю обзор вот бок от тони она немного вот она немного формирована и отрывается совсем по-другому как сейчас не слышно вот значит же вот давайте возьмем эту эту бок от тон и эту значит это конечно да в этой специально ребята вернее эту ребята для вас под подготовили они и обрезали очень хорошими кусками и это очень нехорошо что вам не надо ничего как в муджике подрезать вот как маленький снимать эти твердые части ему доходца хотя вот структура ваты приблизительно ну наверное как нет в муджи муджи более тоньше волоконки да и вот скажу для сравнения допустим по смачиваемости значит смачиваемость вот джули фиши джули фиши так вот положим очень хорошая я и заправлял и на дрипку кстати следующие обзоры будут по их ним трем продуктам очень хорошая ну довольно хороший продукт посмотрим хотя бы не без косяков хотя скажу волокна относительно не тонкие хорошая смачиваемость быстро смачивается много себя затягивает и долго отдает это плюс относительно муджи быстро смачивается и быстро отдает вот мне богатон напоминает их не убатку вот вот это вот в принципе я считаю это очень хорошо по хватит вот такая вот структура ваты вот вы видите вот так вот она отрывается грубо говоря вот я уже оторвал чтобы мы заправили чуть дальше заправим сейчас на бачок и попробуем наверх выйти и попарить вот ну что принципе еще можно рассказать по вате по этой попросили сделать ребята но попросили давайте сейчас ее заправим в бачок и потом выйдем со столика и еще поговорим о ней так ну заправим мы волку вы мерлин мини мтл значит давайте отрежем наш кусочек на принципе я уже отрезал здесь его довольно немного надо ну давайте половину отрежем так чуть эту часть скрутим вот так вот чуть-чуть и вот так вот прокрутим и установим тут у нас у меня одна спираль что просто даже на одной спирали понять что она что она что он этот этого то может мне просто интересно вот отрежем немного так вот раз туши хорошо вылетает так но в принципе распушается она хорошо не так как лучше здесь немного по-другому как распушение идет вот вот тут я играл чуть более толстые волокна ну в принципе я не считаю это за за проблему ну хотя я повторюсь опять смачиваемость хорошая вот в бокатоне да там смачиваемость хорошая но он смачивается чуть дольше из-за толстых волокон здесь они толстые но смачивается быстрее чем бокатоне лучше самое интересное и это мне принципе нравится потому что в толстые волокна попадает все-таки забирает более большее количество жижки и это очень хорошо в муджике там все она чуть пропиталась и как бы ну мало на мало хватает на мало затяжек все сейчас подрежем смочим быстренько так в принципе все это так не буду сильно и вдалбывать туда вот и теперь давайте-ка смочим потом ее до укладываем и вот даже уже как только я ее уложил вот посмотрите она уже смачивается неплохо втягивает себя потому что не каждая вата втянь втянет только вот как вы ее отрезали в тебе в себя сразу будет втягивать очень хорошо ну соответственно ее мы сейчас прожжем чуть-чуть сейчас я чуть-чуть еще не так вот это тоже очень хорошо и она такого еще вот беленького цвета вот мужик он такого ближе как к серому а это именно такого беленького беленького хотя ребята ряд никакой химии там ничего они не это ничем не отбеливали ее таким химическим. Ну, посмотрим. Ну, хотя что смотреть, как мы это определим. Вот. Ну, в принципе, все, ваточку я уложил. Так вот, вот так вот, помягче сделаем. Вот. Так, ну, смачиваемость, я вам скажу, да, хорошая. Вот сейчас мы ее чуть так вот прожжем и попробуем еще раз смочить. Очень хорошо смачивается. Он впитывает. Ну, отлично. Тут у меня вопросов никаких нет. Сейчас мы закрутим и там попробуем потом наверху выйти и еще поговорить. Так, главное, чтобы теперь ничего не протекло. Я думаю, не протечет, потому что мы уложили вату и не греться и не слабо, и не и не сильно запрессовали. Так что, думаю, будет и смачиваемость хорошая и никуда она не потечет у нас. Так, сейчас заправим его. В принципе, давайте не будем много заправлять. Так, сейчас попробуем. Ну, в принципе, да. Скажу, хорошо. Так, ну что, давайте выйдем со столика и еще о ней там поговорим. Наверное. Ну что, вот и вышли со столиком. Мы там зарядили вот такую вот латку под названием джурифиш картон. Вот у нас она находится в бочке. Сейчас я попробую попарить ее. Ну, скажу однозначно. Вот после первой тяги я скажу однозначно, что смачиваемость очень хорошая. Перед тем, как снять эту часть видео, как мы уже вышли со столика и с вами общаемся, я походил по квартире и специально попарил. пропалил я ватку, то бишь, я имею в виду на горячую вату. Вот часто там парил, парил. Хорошая впитываемость. Очень хорошая впитываемость ваты. Потом дал баку полностью остыть, чтобы вата охладилась и начал сразу с холодной ваты. Тоже очень хорошая впитываемость. Что на горячую вата, естественно, впитывает быстрее. Это само собой. Естественно, у нее есть отличия, допустим, от муджи. В муджике более, мы уже говорили внизу, более тонкие волокна. Она смачивается быстро, но их там волокон меньше и, соответственно, смачивается быстрее, но мало встягивает себя жижи. И, в принципе, одна затяжка и все, и она начинает захлеть уже. Это же вата. Тут волокна, ну, наверное, потолще, чем в муджи будут, и их побольше. И вот мы уложили, но, что самое интересное, смачиваемость, ну, я не знаю, даже для таких волокон, вот, я сравнивал ее, видели внизу, с бокотоном, приблизительно смахивает на бокотон по волокнам, но втягивает быстрее, чем бокотон. Ну, где-то приблизительно набирает она в себя как бокотон и, соответственно, отдает более, более дольше, потому что втягивает, соответственно, больше. Это класс. Вот я считаю, нету стороннего вкуса. Вот никакого я не чувствую стороннего вкуса ваты. Хотя, попрошу заметить, что муджи, паст вата, бокотон, это косметическая вата. В принципе, эту вату ребята готовили именно под вей. Они специально готовили, они вам ее нарезали, они вам ее сейчас, вот посмотрю, таким, все равно, натуральным маслом, натуральном масле, да. Вот видите, они специально готовили ее. Она 100%. Так, за медикал левел, медицинский уровень, уверенный на процесс. ну, одним словом, что готовили именно под вейп, а это, в принципе, отличается, конечно же, от тех других косметических ватт, ватт, можно сказать, ватт, да. Вот еще раз вот сейчас вот навальну. Я вот заглядывал вот так вот вовнутрь, туда смотрел, сейчас не будет видно койла, но скажу однозначно, видно, что койл реально мокрый. Ну, я имею ввиду, сама спираль реально хорошо пропитана, вата тем более. Вот нету вот этих звуков, когда чувствуется, как в муджике, там, ты нажимаешь, уже, все, там, ты слышишь, как испаряется жижа. Здесь такого в первой затяжке вообще нет. вот. Хотя здесь у нас одна спираль. Одна спираль сколько дает пара, насколько хватает жижи. Здесь я еще поставил койл три с половиной. Специально насколько будет быстро впитываться. И впитывается даже на койле три с половиной. Отлично. Ну что, в принципе, я все рассказал про вату Джулифиш Катон от компании Вальджой. Вата отличная. Советовать эту вату или нет, честно говорю, хоть это все индивидуально, но я ее советую. Катон Джулифиш. Тут 10 грамм, как вы можете видеть. Не знаю, на сколько вам этого хватит. Но, в принципе, хватит я думаю, что надолго. Смотря, если вы каждый день меняете ватку, естественно, вам хватит ее. Если вы меняете там раз, два, три, четыре дня ватку, ну, и немного парите, то, в принципе, вам хватит надолго. Все. Смотрите мои следующие обзоры. Еще, ребята, прислали три продукта. Там тоже интересно, есть что поговорить. Если вам понравилось мое видео, ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Игорь Кавейбер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok